Всем привет! Вы на канале Аннабелли и ее растения. Сегодня 6 сентября 2019 года. Харьков, Харьковская область. Я конечно исчезла с просторов ютуба, но очень много работы. Но все равно буду показывать своих красавиц, как они цветут. Я стою напротив высокорослых метельчатых картензий. На сегодняшний день, 6 сентября, вот так выглядят мои картензии. Высокорослые метельчатые картензии. Что хотела в первую очередь рассказать. Вот перед вами Поларбер. И я опускаю сразу вниз. Сверху кажется, что вроде бы все хорошо. А снизу вот такая беда происходит. Это не болезнь. Как мне все начинают писать, что это болезнь. Многие, не все, не скажу. Многие пишут, что это болезнь. Это не болезнь. Он находится с краю. Вот тут дорожечка такая. И он находится с краю. Вроде бы за весь сезон, да, вот у меня здесь все засыпано. Но за весь сезон истаптывается эта подстилочка. Мульча вот зарастает травкой. Но она, конечно, не такая высокая. И что происходит. Пересыхает куст. Вот такими пятнышками становится. А с чем это связано? Это связано с тем, что все-таки этому кустику не хватает корневой. И она находится на поверхности и пересыхает. Вот. И все-таки это связано с пересыханием. Вот здесь капельница. Вот это мы крышечку сняли с капельницы. Вытащили капельницу, посмотрели. А оказывается, она плохо капает здесь. Мы ее приподняли, открыли. И начала течь таким фонтанчиком. И уже лучше. Уже лучше. И сразу кустик отошел. Ну, вот так вот. Такая вот беда происходит, если конец капельной. Вот здесь запаяна капельница. Шланг сам запаян. Ну, и вот. Все равно получилось пасти. В чем сложность получается? Вот когда гортензия метельчатая часто пересыхает, и много вот таких высохших листьев, и она плохо отходит, и коричневые соцветия, то получаются такие кустики очень плохо отходят весной. И они, есть вероятность, что они могут погибнуть. И поэтому, чем быстрее решить эту проблему, так как сейчас уже осень, да, тем лучше будет для растения. А дальше стоит Мэджикал Кэндалл. Вот за ним вот так выглядит Вимс Ред. Он какой-то, он не красный у меня получается, а коричневый. Чем это связано? Это связано с высокой температурой. Вот настолько сентябрь жаркий начался, только буквально вчера ночью прошел дождик. Видно, что они такие все в капельках, красивенькие, свеженькие стоят их дождиком мыл. Ну, из-за суховея ветер у нас дует с востока, и очень чувствительные лепесточки этих соцветий. Казалось бы, они кажутся такими, только вот набивные, как восковые стоят, да. Но на самом деле это не так, они очень нежные. Дальше вот так выглядит Поларбер. Ой, Поларбер. Фантом. Фантом так выглядит. Вот соцветие такое ржавое. Ни единой капли не попадает воды. Как говорится, от меня, да. То есть мы не поливаем сверху, не брызгаем. Вот это новые соцветия уже. Это самые первые соцветия, которые зацвели. А это новые соцветия. Вот так у меня выглядит Мэджикал Гималайя. Вот видно, что тоже подсыхание происходило. Но это связано с сильной жарой. У нас с первого сентября началась жара. И вот до сегодняшнего дня стояло где-то 30 градусов. Скажу, очень сложно при такой погоде выращивать, ну и вообще расти гортензия. Потому что они становятся такие вот, вот воздух им нужен. Вот как сейчас утром, в 7 часов утра влажный. А это Мэджикал Старлайт. Я частенько вот в видео говорила, что самая лучшая температура это 25-26 градусов. У нас когда-то в Харьковской области так и было. Были такие года, когда лето было не больше 27. И поэтому с каждым годом почему-то температура все выше, выше, выше. Так, дальше уник. Ой, какой он интересный уник. Интересный, красивый. Тут молодой костик диамантина. Вот такие вот рожки. Вот что значит молодой костик и рожки нижние опустились и как отделились. А так выглядит грандифлора. Самые первые соцветия. А соцветия они стоят вот такие ржавые. Для тех, кто считает, что на мои соцветия попадала вода с моих рук, с моих шлангов, я ни единой капли шлангом в этом году не поливала. Все поливается через капельный полив. И вот, независимо от того, поливается сверху, все от влажности воздуха. Воздух очень сухой в этом году был. И ветрено было, высушивал. Ну, я вам скажу, очень красивые соцветия. Это вот такой вот стоит Дентал де Гарон. Такие крупные цветки были в этом году. Ну, как все быстро, как все быстро заканчивается. Ну, ничего. Самое главное, мы каждый год, как фениксы, возрождаются наши метельчатые гортензии. И вообще природа возрождается каждую весну, как феникс. Это Мельба Фрейс. Такая вот красивая стрела. Просто стрела. Даже свечой трудно назвать. Вот как стрела выглядит. Ракета. Вот такие вот ассоциации вызывает. А вот на заднем плане это в этом году вымахал такой фантом. Самый-самый старый куст фантома. Вот его потенциал. Это побеги текущего жгода. Потому что я ж коротко обрезаю. И вот как они могут за лето выгнать вот такие огромные длинные соцветия и побеги. И не меньше двух метров высотой. Мне сейчас даже по дорожке трудно будет снимать. Вот такая Мельбочка. Ай, красавица. И капельки с нее так раз и капают. Ну, в общем, подвязочка моя помогает. А вот раскинулась ванила Фрейс. Вот она вот так вот у меня подвязана. Кстати, вот это ванила Фрейс. А вот это фантом. И вот можно видеть, что практически догоняют друг друга. О, такой каскад белый. Снежный каскад. Вот так вот. Немного солнышка. А это Лаймлайт. Но соцветия не очень крупные. Потому что побеги потянулись. И вот соцветия получаются не очень крупные. То есть очень много факторов влияют на то, какими будут соцветия. Вот еще один фантом выбился. Это стрекочет у нас на орехи. Вот такой вот у нас орех. И на орехи стрекочет белочки. Чистят орешки. Бегают, собирают. Вот такой огромный у нас орех вырос за забором. Это орех с Кубани. За 30 лет. Ну, не знаю. Наверное, метров 15, да? Вырос. Здесь еще две мои ванилки. Вот они тоже такие высокие. Они так интересно в этом году зацвели. Вот длинные междоузли. Вот эти междоузли. Они длинные. И получается вот рожок. Вот рожок. И они так распадаются. Тяжелые. А сейчас посмотрим, как выглядит Magical Moonlight. Вот он такой стоит зеленый. Отцвел весь. С легкой коричневизной соцветий. Ну, получается у нас ночью холодно. Вот я сидела, работала. И ночью окошко у меня было открыто. И такой прям, ну, холодненький ветерок мне вот позавчера залетал в окошко. А теперь, а теперь получается, что о днем было очень жарко. Ну, очень. До 30 градусов. И вот эти вот перепады не дают стоять соцветиям. Даже хотя бы, чтобы были просто зеленые. А высушивают суховей. А вот кустик завалился в эту сторону. И вот так, если посмотреть, то вот так выглядят с этой стороны кустики. Сейчас пройдут, посмотрим, что тут происходит. Здесь у меня цветет. И здесь. Вот это похоже, как на, ну, это пересорт Мегаминди. Но мне кажется, это все-таки Пинк Леди. Вот она начинает розоветь. Вот она начинает розоветь. Ну, посмотрим еще. Я просто не в курсе, как выглядит. Вот когда два побега, вот второй уже завалился. А здесь начинает, знаете что, краснеть вот это вот Мэджикал Везувио. И вот соцветия начинают краснеть. Вот такое вот красивое соцветие. Ой, какое красивое соцветие. Я еще поснимаю по отдельности соцветия. Ой, красота. Ну, а это Мэджикал Тору. Мне сказали, что это White Lady. Какая-то White Lady вроде бы. Ну, а я еще буду смотреть. Спасибо за информацию. Буду сравнивать. Уник тоже очень интересный. Такие рыхлые соцветия. Ну, красиво смотрится. Сейчас перейду на другую аллею. Там сюрприз. Итак, я перешла на другую аллею. И здесь Эрли Харри. Вот так вот стоит. Он, конечно, дал два соцветия. А дальше, ну, растет, развивается. Ну, соцветий не дает. Ну, ничего страшного. Пусть, как говорится, крепнет, вырастает. На той стороне пересаженный Lime Light в этом году. Вот он такой низенький получается. А это Pinky Vinky. Вот такие у меня получилось побеги вырастить. Но тоже, кстати, не хочет свисти. Ну, такое бывает при пересадке. И не хочет свисти. И он начинает тянуться. Ну, вот если мы обратим внимание. Я вот, когда начала удобрять калийно-фосфорными, да. Калийно-фосфорными. Вот здесь широкие междоузли. А вот здесь вот, все короче, 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 короче. Это калийно-фосфорные удобрения так работают. И вот здесь тоже очень хорошо видно. Вот по побегу. Вот идёт широкие расстояния. Ну, то есть очень длинные, да, междоузли. А здесь раз, коротенькие, коротенькие, коротенькие. Вроде бы как-то должно соцветия закладывать. Но не успеет этот побег зацвести. Ещё нужны, как говорится, продолжительное количество тёплых дней. А у нас в Харькове их не хватает. Если бы это была Одесса, Запорожье, хотя бы Днепр, тогда да, можно было увидеть. Донецк тот же, да, вот такие вот более южные города. Если бы у меня был регион поюжнее, я бы тогда увидела бы соцветия. А так получается, не получается. И вот дальше. Это фантом, маленький кустик. Вот это вот соцветие, это доли. Кустик такой вот развалился. А вот это, девочки выставили фотографии, это ливана. Ой, какая она красивая. Но вот сейчас получается, что цветочки так скрутились. И получились как вертолётики. А дальше завалились немножко. Lime light. Вот Lime light. Early sensation тут тоже не хочет зацветать. Ну, это всё связано с пересадкой. Хотя нет, зацвёл. Вот я покажу сейчас. Вот соцветия заложил. Ну, поздно. Ну, будем надеяться, что не так резко будет падать температура. А здесь у меня Big Ben. Ну, вот так вот выглядят соцветия Big Ben. Очень, конечно, красиво. Завалился. Завалился у меня кустик молоденький. Magical Candle. И вот я перехожу, наконец-то, к сюрпризу. А сюрприз... О, Magical Candle. Вот такими красненькими становятся цветочки. Так окрашиваются. И тут у меня соцветия лежат. Прямо на дорожке. И, конечно, не поможет паучком. Нужно ставить палочку. И только тогда... И только тогда... И только тогда будет всё хорошо. А теперь... Та-дам! Это мой... Это мой Skyfall. Вы его не судите строго. Он ещё молоденький. Но, конечно, уже видно, видно уже. Ой, как бы к нему подойти. Видно, что он такими вытянутыми лепесточками. Ну, что я могу сказать? Это первые соцветия. И чтобы сказать, что они показательные. Нет. Но очень большой потенциал этого куста. Сорта, да? Вот, видите, он только-только-только начинается. Начинает цвести. Вот так он старался, закладывал. Боже, какие красивые! И вот начинаем сравнивать. Так, я себя прислоню. Вот так хочу прислонить. Рядышком справа лайм лает. А слева Skyfall. Слева Skyfall. Вот такой вот он красивый. Сейчас его вот так вот покажу. Он просто заваливается. Вот Skyfall, он ещё не полностью распустился. Вот такой Magical Candle. Этот уже полностью. Это полностью соцветие распустилось. А это Skyfall. И вот хотелось бы их сравнить. Конечно, всё равно он полностью не распустился. Вот так вот будем сравнивать. Ай, какая прелесть! Какая прелесть! Красавчик! Ну, на этом заканчиваю своё повествование, да? Вот они. Это Lime Light. А это Skyfall. А это Magical Candle. Сейчас наведу. Magical Candle. А это Skyfall. Привет! Наконец-то мы дождались хоть начала такого цветения красивого. Но сейчас ещё отдельным видео сниму. И вот так. На сегодняшний день. На 6 сентября выглядят мои метельчатые высокорослые картензии. Красота! Красота! Всё, пока-пока! Встретимся в новом видео! Субтитры сделал DimaTorzok